Анна Князева. Орден Белых Лилий. Пролог. Задолго до католического Рождества в адвокатское бюро Кирилла Антоновича Мельникова начали стекаться красочные коробки, перевязанные атласными лентами. Их приносили курьеры, посыльные, а иногда сами дарители. Кирилл Антонович коллекционировал старинный фарфор. Клиенты знали об этом и при каждом удобном случае дарили ему фарфоровые статуэтки. Секретарша Мельникова, неизменная Виолетта Степановна, уносила коробки в личную комнату босса, которая располагалась позади его кабинета. Туда вела неприметные дверцы, и мало кто из коллег догадывался о ее существовании. Сам Мельников не пользовался ей, считая, что спать и мыться лучше всего дома. В тот день Кирилл Антонович пришел на работу позже обычного. С утра успел пострижься и зайти к косметологу. Не будучи метросексуалом, он, однако, заботился о своей внешности. В неполных 45 считал себя парнем. Имел любовниц, что, впрочем, не исключало наличие жены. Их брак не был ранним и в положенное время увенчался рождением двух дочерей. Теперь одно из них было 16, другой на год меньше. Выйдя из машины, Мельников встретил шапочного знакомого, любезно раскланялся и задал пару бессодержательных вопросов, на которые получил такие же пустые ответы. Потраченное время заставило его задуматься над условностью бытия, но ненадолго. До двери адвокатского бюро оставалось всего пара шагов. Пройдя вести в бюле коридор, Мельников очутился в приемной. — Здравствуйте, Кирилл Антонович! — из-за стола вышла пожилая благообразная секретарша. — Здравствуйте, Виолетта Степановна! — Мельников снял пальто и отдал его секретарше. — Что нового? — та сдержанно ответила. — Для вас есть письмо. — И что в этом нового? — поинтересовался Кирилл Антонович. — Вскройте и прочтите. Не вынуждайте меня быть занудой, дражайшая Виолетта Степановна. Не первый год вместе работаем. — Письмо адресовано вам. — Ну и что? — Написано лично в руки. Виолетта Степановна с достоинством опустила глаза. — Я подумал что-то личное. — Похвальная деликатность. Он скупо улыбнулся. — Где оно? Секретарша протянула голубой конверт. — Вот. Мельников забрал письмо и направился к двери кабинета. — Кирилл Антонович? — Ну? Он обернулся. — Что делать с подарками? — Отправьте ко мне домой. — Когда? — Мне все равно. — Водитель как раз свободен. — Ну так отправляйте сейчас. — В таком случае мне необходимо забрать коробки из комнаты отдыха. — Сколько раз говорил. — Найдите для этих целей другое место. Он махнул рукой и уже заходя в кабинет обронил. — Забирайте. Только живее. Дождавшись, когда Виолетта Степановна перенесет коробки в приемную, Мельников сделал несколько звонков, после чего к нему явился подчиненный. И они углубились в обсуждение линии защиты клиента. Таким образом, голубой конверт оставался невскрытым вплоть до обеда. В 14 часов 30 минут, освободившись от дел, Мельников спорол его костяным ножом для бумаг. Внутри конверта лежал вчетверо сложенный лист белой бумаги. Развернув его, Кирилл Антонович побледнел. Затем трясущейся рукой поднял телефонную трубку. — Срочно! Вызывайте полицию! — Что? — удивилась Виолетта Степановна. — Полицию, говорю, вызывайте! Из металлической решетки прозвучал голос охранник. — Слушаю! Водитель в фургонах худощавый молодой человек вытянул шею, стараясь говорить во встроенный микрофон как можно отчетливее. Кирилл Антонович велел доставить подарки. Ворота ожили, мягко тронулись и отъехали в сторону. И когда полотно спряталось за кирпичный забор, автомобиль въехал на территорию. Охранник вышел из будки и махнул рукой. — Туда вези! Гостевой дом открыт! Выгрузишь и сразу обратно! Водитель свернул на заснеженную дорогу, петлявшую между высоких сосен. Хруст снега под колесами и тихое урчание двигателя сопроводили его до места. Остановив машину у крыльца гостевого дома, молодой человек вылез из кабины, расправил плечи и с удовольствием втянул в себя морозный, пахнущий сосновой хвоей воздух. Дверь дома, как и сказал охранник, была не заперта. Чтобы распахнуть ее, потребовался крепкий пинок, поскольку руки были заняты большой круглой картонкой. За пять или шесть ходок водитель перетащил все, что лежало в салоне. Но, захлопнув дверь дома и возвратившись в машину, он заметил под задним сиденьем небольшую коробку. Подумав, что надо бы ее отнести в дом, водитель все же решил. Пусть этот подарок достанется ему самому, поскольку ни секретарши, ни сам мельников их не пересчитывали. Одним больше, одним меньше. В полголоса проговорил молодой человек и, чтобы не передумать, поднял подарок. В нетерпении, пытаясь угадать, что там внутри, сорвал бумагу. Оказалась обувная коробка, поверх которой лежала пожелтевшая открытка с букетом белых лилий. Он взял открытку и прочитал то, что было на ее обороте. От волнения у водителя вспотели ладони. Однако, взглянув на торец коробки, он увидел две цифры. Четыре и три. Размер его обуви. Сунул открытку в карман и снял крышку. В то же мгновение прогрохотал мощный взрыв. Огненный смерч вырвался наружу через оторванную дверцу и разбитые стекла фургона. Когда прибежал охранник, автомобиль уже полыхал, словно костер на ведьминском шабаше. Глава первая. Полуночник. 28 декабря. Полина Свирская приподняла голову над подушкой и замерла. Из коридора долетел звук, вставленного в замок ключа. Когда ключ провернулся, она уже поднялась и накинула на плечи вязаную ажурную кофточку. Заглянув в комнату дочери, вышла в гостиную, потом в коридоре увидела мужа, который осторожно прикрывал за собой входную дверь. «Можешь не стараться», — проговорила она. Сергей обернулся. «Не спишь?» «Уже нет». «А Лидочка?» «Она, слава богу, спит». Сергей Дула подошел к жене и поцеловал ее в лоб. «Прости, сегодня пришлось задержаться», — Полина тихо спросила. «Почему?» «Потому что работа». «Почему только сегодня?» Она стащила с него куртку и посмотрела на часы. «Половина двенадцатого, вчера и позавчера ты пришел в это же время. У тебя кто-то есть?» Сергей Дула сел на банкетку, стянул ботинки и устало поднял глаза. «Не говори ерунды». «Я расшучу», — глобнула с Полиной и подала ему домашние туфли. «Есть будешь?» «Только чай. Впрочем, ступай спать, я все сделаю сам. Идем на кухню». Полина взяла его за руку и повела за собой. Усадив за стол, включила чайник, достала из холодильника масло и сыр. «Ну, что там на работе?» «Все как обычно. До Нового года три дня». Она поставила перед мужем тарелку с хлебом. «Выходит, никуда не поедем?» «А разве я не сказал? Я взял несколько дней отпуска. Вместе с новогодними каникулами у нас уйма времени. Собирай вещи, мы уезжаем». «Куда?» Полина села на стул. «Все так неожиданно». «Вот и пойми тебя. То едем, то остаемся». Сергей Дула взял кусок хлеба и, откусив от него, сказал. «Завтра в семь утра уезжаем». «Куда?» «В Александров. Зачем?» «Ты хотела, чтобы ребенок отдохнул на природе?» «Город — это не природа», — возразила она. «Тогда уточню. Мы будем жить в коттедже. За городом?» «Где же еще?» «Послушай», — заговорила Полина, но Сергей Дула прервал ее. «Иди спать. Завтра в дороге я все тебе расскажу». Прособиравшись всю ночь, Полина прибегла только под утро. Из дома они вышли ровно в семь. Спящую Лидочку Сергей вложил на заднем сиденье и заботливо накрыл ее одеялом. Девочка лишь на мгновение открыла глаза и, увидев отца, улыбнулась. «Папочка, спи, доченька, спи». Тихо сказал Сергей, выпрямившись, полголоса спросил у Полины. «Ничего не забыли?» «Нет, ничего. Тогда едем». Когда они выбрались из городской толкотни, Полина спросила. «Расскажешь?» «Вчера мне позвонил школьный друг. Из Александрова?» «Тысячу лет не виделись». Сергей собрался прикурить сигарету, но, обернувшись на спящую дочь, засунул ее в пачку. «Ты помнишь Мельникову Кирюху? Я вас как-то знакомил. Невысокий такой, светленький. Этот Корсаков Саня. Кирилл высокий, плотный, темноволосый. Вспомни, мы на рыбалку с ним ездили, когда он приезжал к нам в Москву». «Точно!» – оживилась Полина. «Похож на Грегори Пека. Только покрепче. Мы почти не общались, на рыбалку я не поехала». «Разве?» Сергей повернул голову и удивленно посмотрел на жену. «Я была беременна». «Значит, мы не виделись больше четырех лет. Ну, хорошо. Позвонил он, и что?» «Кирилл известный в Александрове адвокат. Четыре года назад в его бюро работало двадцать пять человек. Теперь, наверное, больше». «Богат?» «В меру. Значит, богат. Это не относится к делу». «Напротив», – проговорила Полина. «У богатых много проблем. И чем больше денег, тем серьезнее проблемы». «В этом я с тобой соглашусь. Так я и знала. Ему нужна помощь. Что в этом такого?» Вопросом на вопрос ответил Сергей. Полина пожала плечами. «Ничего. Я-то подумал, что мы едем отдыхать, а не работать. Вы и с Лидочкой будете отдыхать. А ты?» «Я между делом помогу Кириллу, после чего присоединюсь к вам. Между делом ты будешь к нам прибегать. Я тебя знаю. Даю тебе слово». «Что у него стряслось?» «Пока не знаю. Когда приедем, расскажет». «Надеюсь, ничего страшного». Полина чего-то поежилась и отвела глаза в сторону. «Был бы выбор, я бы туда не поехала». Сергей дуло притормозил. «Давайте вернемся. Отвезу вас с Лидой домой». «А ты?» Полина посмотрела на мужа. «У меня выбора нет. Я обещал Кириллу». «Тогда мы с тобой». Глава 2. Добро пожаловать в рай. Не доезжая нескольких километров до Александрова, Сергей свернул на ухоженную проселочную дорогу. По всему было видно, она ведет в приличное место. Вскоре они подъехали к чугунным воротам, возле которых стояла небольшая машина. Полина сразу догадалась, что она принадлежит женщине, и не ошиблась. Заметив их, из нее выбралась пожилая дама в брюках и коротенькой шубке. «Будем знакомы». Она протянула руку сначала Полине, потом Сергею. «Виолетта Степановна, секретарь Кирилла Антоновича». «Здравствуйте. А где же он сам?» Спросил Сергей. Просил извинить, у него срочное дело. «Папа?» Из распахнутой дверцы автомобиля высунулись две маленькие ножки, обутые в красные ботиночки. Потом с сиденья сползла сама Лидочка. Сергей подхватил ее на руки. «Ваша дочь?» Заведомым одобрением поинтересовалась Виолетта Степанова. «Здесь ей будет хорошо. Свежий воздух, тишина, продукты, все натуральные». Она вытащила из сумочки пульт и открыла ворота. «Надеюсь, Кирилл Антонович сообщил, что продукты для вас будет поставлять местный фермер». «Об этом мы не говорили», — сказал Дула. «Кирилл живет где-то поблизости. Его дом в десяти километрах отсюда». «Тогда чей это дом?» «Чуть позже я расскажу». Они расселись по машинам и въехали на территорию. Дорога к дому шла через Сосновый Бор. «Смотри, Лидочка, это лес», — Полина постучала по стеклу. «Почему он белый?» — спросила девочка. «Потому что сейчас зима и повсюду лежит снег. Мы едем в лес?» «Не в лес, а в один очень хороший дом. Чтобы остаться там навсегда?» Слова дочери вели Полину в кратковременный ступор. Ей вдруг почудилось, что Лидочка чувствует или предвидит нечто, о чем она сама не знает или не догадывается. Сдержав тревогу, Полина ответила как можно спокойнее. «Ну что ты, милая, конечно же нет. Побудем здесь немного. Встретим Новый год, по лесу погуляем, а потом вернемся домой. И я пойду в детский сад?» «И ты вернешься к своим друзьям и подружкам», — с улыбкой пообещала мать. Вскоре оба автомобиля остановились у длинного двухэтажного здания, облицованного темным кирпичом, который с натяжкой можно было бы отнести георгианскому стилю. Уместно было предположить, что летом его фасад у ее цеплющом. Полина вместе с дочерью выбралась из машины, Сергей стал доставать из багажника вещи. Обращаясь к Виолетте Степановне, он повторил недавний вопрос. «Чей это дом?» Женщина подошла к ступеням крыльца. «Здание принадлежит Кириллу Антоновичу. Это, так сказать, его бизнес-проект. В будущем здесь будет гостиница». «Гостиница? В лесу?» — удивилась Полина. «Всего пять номеров и небольшой спа-салон. Теперь понимаю, что-то вроде мирной гавани для уединения вип-персон. Пока здесь никого нет, кроме обслуги. Вот как?» Полина решила уточнить. «Значит, кроме нас здесь будет жить кто-то еще? Супружеская пара, помощники по хозяйству. Да вот и они». Дверь распахнулась, и на крыльцо вышла женщина, лет сорока пяти. Виолетта Степановна поднялась к ней. «Здравствуйте, Мария». Она обернулась. «Это наши гости. Полина, Сергей, их дочка Лидочка». Женщина качнула изящной головкой, ее собранные в пучок волосы напоминали прическу балерины, однако фигура не дотягивала до балетного стандарта. Тяжелая крестьянская кость дала себе знать могучими бедрами и короткими кривыми ногами. «Мария следит за порядком и готовит еду», — сказала Виолетта Степановна. Из дома вышел бродатый мужчина и, поздоровавшись, остановился поодаль. «Борис, муж Марии, будет помогать по хозяйству». «Сергей!» Дулу поставил сумки и пожал Борису руку. «Дом новый?» — спросила Полина. Борис ответил. «Лет сорок ему». «Не понимаю». Полина удивленно посмотрела на Галету Степановну и та пояснила. «Раньше здесь был клуб. Выходит, его перестроили?» «Практически полностью». «Подождите». Сергей встревожно огляделся. «Да это же...» Он вытащил сигарет. «Теперь я понял». «В чем дело?» Полина тронула мужа за руку. «Ни в чем. Но я же вижу». Не ответив, Сергей отвернулся. «Добро пожаловать в дом», — сказала Виолетта Степановна. «Если не возражаете, я вернусь в офис». Никто не возражал. С ней попрощались, и Виолетта Степановна уехала. Мария проводила гостей в большой трехкомнатный номер, известив, что в их распоряжении весь дом, включая кинозал, столовую, гостиную и, если понадобится, финскую баню. Предположив, что последнее заинтересует Сергея, Полина взглянула на мужа и, не разглядев в его лице заинтересованность, удивилась. С ним что-то происходило, но она не понимала, что именно. Предоставленный номер оказался прекрасно оборудованной квартирой, где в каждой комнате в высоких вазах стояли живые цветы. Помимо трехкомнат, в номере имелась небольшая, но удобная кухня. По замыслу она существовала лишь для того, чтобы сварить чашечку кофе, однако при необходимости здесь можно было не только приготовить борщ, но и пожарить котлеты. Обнаружив в спальне кровать, застеленную превосходным сатиновым бельем, Полина поняла, что и в остальном их отдых будет проходить по высшему классу. Она подошла к окну, сдвинула тюли и посмотрела на заснеженный лес. «Добро пожаловать в рай!» Сергей обнял ее за плечи и, наклонившись, прошептал. «Рай, это намного выше!» После обеда Сергею Дула позвонил Кирилл Мельников. «Прости, что не встретил». «Пустяки!» «Часа через два приеду, выпьем, посидим и поговорим», напомнил Сергей. «Поговорить нужно», — каким-то другим тусклым голосом произнес Мельников. «Тимур будет чуть позже». «Ты был в полиции?» «Сегодня вызывали к следователю, приеду, все расскажу». И, словно не желая продолжать эту тему, Кирилл поинтересовался. «Как жена, как дочь?» «Пошли гулять в лес, и им все понравилось». «Послушай, на кой черт ты купил этот дом?» — спросил друг Сергей. Не понял вопроса. «Почему именно здесь?» «Ах, вот ты о чем!» Немного помолчав, Кирилл ответил. «Земля в этом районе самая дорогая, так что ничего, кроме бизнеса». «Дело твое, но лично меня никакие шкурные интересы не заставили бы вернуться сюда», — сказал Дуу. «Могу переселить вас в другое место?» «Это глупо. Понимаю тебя. Уж мне-то, как никому другому, известно, о чем идет речь. Мы остаемся здесь. Жду тебя через два часа». Отключив телефон, Сергей подошел к окну, всунул руки в карманы и уставился на коричневый ствол сосны. Задумавшись, он медленно перекатывался с пятки на носок и обратно. «Папа, папа, мы с мамой бабу лепили», — прозвучал за его спиной Лидочкин голос. Сергей обернулся. «Какую бабу?» «Снежную». Полина, изучающая, взглянула на мужа. «У нас ничего не случилось?» «Нет, ничего». Он сдержанно улыбнулся. «У тебя такое лицо, как будто ты смерть с косой повстречал». «Не говори глупости. Просто подумал, на улице стемнело, а вас еще нет». Полина присела, чтобы снять с дочери облепленные снегом ботиночки. «У нас будут гости?» «Откуда ты знаешь?» «У Марии на кухне дым коромыслом. Вечером приедет Кирилл. Немного погоди еще один друг. «Что, по протоколу?» Полина распрямилась и стянула с Лидочки пальто. «Мое присутствие обязательно?» «Сама решай, дело твое. Нужно сказать Марии, чтобы накрыла стол в общей гостиной. Вам будет спокойнее». «Забавное место». «Что?» «Не понял Сергей». «Интересное, я говорю, здесь место. Мы с Лидочкой прошли по тропинке, она ведет от дома вдоль забора, а потом через калитку в лес». Борис сказал, что там дальше река, до реки мы не дошли, «но видели островы деревенских домов». «Это не дома». «Ну, я же видела, и Лидочка тоже». Она обняла дочь и притянула к себе. «Правда, милая?» Девочка с готовностью закивала, не позволяя ни на секунду усомниться в словах матери. «Правда, правда. А еще там летали большие черные птицы». «Вороны», — сказала ей мать. «Они кричали, кар, кар, кар». И Лидочка спросила, кто так громко кричит, улыбнулась Полина. «Руины, а над ними кружит воронье». Сергей посмотрел в окно. «Что в этом хорошего?» «Ты все вывернул наизнанку», — угорчила Полина. «Да что с тобой сегодня? Скажи, наконец». «Повторяю, со мной ничего», — издержанно ответил Сергей и направился к двери. «Прости, я пойду, нужно сказать Марии, где накрывать стол».